Сегодня поставим ноду StarkNet. Для тех, кто не знает, что такое ноды, я сейчас это объяснять не буду. Запишу отдельное видео. Это для тех, кто именно хочет поставить StarkNet. Что такое StarkNet, я тоже здесь не буду об этом говорить. Это можете сами почитать, если будет интересно. Опять же, про это будет отдельное видео. Сейчас я буду рассказывать именно конкретно об установке ноды. То есть, ни шаг лево, ни шаг вправо, чтобы максимально все быстро. Если в целом вас интересует тема нод, тогда по-любому подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео. А если вам интерес по срейке, я за 2 года сделаю 100 тысяч долларов на криптовалюте, подписывайтесь на меня также и в телеграме. Все ссылки в описании. Когда вы первый раз подходите к этой теме, к установке нод, вам кажется, что это что-то такое нереальное, консоль и вот это вот все в этом всем разобраться. На самом деле, все намного проще. Есть ребята, которые за нас уже все это дело решили. Что значит решили? Упростили. То есть, есть нода, которую дают нам разработчики самого проекта, в данном случае Старкнета. А есть программисты, которые упрощают это дело для масс. И вот такая штука, одни из таких, это F5 Nodes или Nodes, не знаю как правильно читается. Они нам все это дело упростили. То есть, нам сделали готовые скрипты для установки нод. Все, что надо, все в одном месте. И более того, знаете вопросы, а какую ноду ставить? Потому что их просто дохрена, их как грязи. И вот такие ребята, они все это дело упрощают, уже фильтруют и дают нам именно то, что уже может дать потенциал. Опять же, нифига не реклама. Даже наоборот, они ко мне относятся довольно плохо, потому что я русскоязычный. Но тем не менее, мне нравится то, что они делают. Я это показываю. Может, в будущем у них проснется все-таки мысль, что мы все украинцы, вне зависимости от того, на каком языке, разговариваем. Ну да ладно. Нажимаем вот здесь вот корыстные ресурсы. И тут актуальные ноды. Пролистав немножко ниже, они даже составили рейтинг. И по умолчанию выяснилось от более крутых нод к менее. То есть, SUI, APTOS, это GEM. Мы это с вами знаем. Об этом, в принципе, все слышали. HIGH, MEDIUM, LOW. То есть, все здесь. В данном случае я буду ставить Starknet. Starknet, он активный, системное требование. Все в одном месте, далеко никуда ходить не надо. Есть ссылка на сайт Starknet, прямо здесь они ее оставили. И мы переходим в мануал, который они, собственно, и сделали, который нам упрощает всю работу. И, в принципе, все, что я вам расскажу, здесь все расписано по шагам, как устанавливать, что нам нужно делать. Но для многих текстовой версии кажется сложным в этом разбираться. Поэтому я сейчас покажу по шагам, традиционно, как я это делал. Итак, все по порядку. Перед тем, как непосредственно ставить ноду, нам нужно перейти вот на этот сайт и на нем зарегистрироваться. Ссылка будет в описании. В принципе, на все, что я говорю, ссылки в описании. Все, что понадобится. И ссылка на этот ресурс, и ссылка на этих ребят. Все будет в описании. В общем, переходите сюда и регистрируемся. Нажимаем Get Started for Free. Здесь записываем свое имя, фамилию, свой email, придумываем пароль, нажимаем Войти. Теперь переходим в email свой и подтверждаем наш email. Переходим по ссылке. И вот такая штука у нас открывается. Здесь мы выбираем, для чего нам нужен этот проект. Что мы будем на нем строить. Здесь можно ничего не выбирать. Я просто нажал Next. Здесь выберем сеть, в которой будем работать. Мы выбираем Эфир. Нажимаем Далее. Теперь выберите план. Я выбираю бесплатный. Нажимаю Next. Здесь можно ввести номер своей карты, но это опционально. Я этого поэтому делать не буду. Нажимаю Next. На этом шаге у нас спрашивают, как мы о них узнали. Я тоже это дело пропускаю. Нажимаю Let's Build. Next. И вот я попадаю на эту страницу, которая мне в дальнейшем понадобится. Прямо сейчас мне здесь надо всего лишь создать приложение. Нажимаем Create App. Здесь надо записать имя, description, описание не обязательно. И сеть выбрать не Mainnet, а вот это вот. То есть имя и сеть. Нажимаем Create App. Все. Пока что здесь нам больше ничего не надо. Теперь идем в наш хостинг. Назовем его так. И здесь мы возьмем себе сервер. Как здесь зарегистрироваться и все эти дела я рассказывал в другом видео. Ссылка на него будет тоже в описании, если вы ее не смотрели. Здесь мы нажимаем новый проект. Вводим имя проекта. Я пишу StartNet. Добавить проект. Теперь либо здесь нажать создать сервер, либо зайти внутрь, что я сделал. И нажимаем добавить сервер. Здесь оставляю хелсинки. Здесь выбираю Ubuntu 20.04. Листаю немного ниже. И мне нужно выбрать какой сервер по мощности мне подходит. Здесь у них уже даже все они нам написали. Минимальные требования. Два ядра. Два гигабайта памяти. 80 гигабайт SSD. Возвращаемся сюда и смотрим. Вот 2 гигабайта, 2 гигабайта. А вот SSD 40. Поэтому придется раскошелиться на более дорогой. Тут ядер больше, чем надо. Памяти больше, чем надо. Но SSD подходит под минимальные требования. И цена его будет 7.05 в месяц. На самом деле немножко дороже. 7.55, потому что еще 50 центов мы будем платить за выделенный сервер. То есть 7.55 евро. И более того, они даже нам подскальзывают, что если это было дело в Хэтснере, то CPX21 нам понадобится. И это он и есть CPX21. То есть совсем для тупых сделано. В принципе, здесь сейчас можно нажать Create Buy Now. Но я пролистаю немножко вниже и поменяю название. То есть имя поменяю. Просто так будет удобней. Я называю его StartNet1. И нажимаю вот эту красную кнопку Create Buy Now. И вот я попадаю на следующую страницу. И вот теперь можно с ним работать. Я внутрь сервера даже заходить не буду. Мне это сейчас не надо. Когда я создал сервер, на почту пришло письмо с данными доступа. Вот они мне пригодятся. Далее нам понадобится программа Если. Я в данном случае пользуюсь Windows. Пути. Самая распространенная. Ссылку на нее я тоже поищу оставлю, чтобы вы далеко не гуляли. И вот здесь нужно ввести IP-адрес, чтобы зайти на наш сервер. Для этого мы идем в это самое письмо, которое нам прислали. И вот у нас есть IPv4. Именно он нам нужен. Мы за него заплатили дополнительных 50 центов ежемесячно. То есть арендовали. IPv6 нам не надо. Пока что я, в принципе, даже не знаю, когда это бывает необходимо. Юзер по умолчанию всегда рулит. И пароль. Первое, что нам здесь надо, это вот IPv4 скопировать. Также он есть вот здесь. Вот я его не стал показывать, но его можно скопировать здесь. В общем, записываем сюда этот IP. Нажимаю Open. И у нас открывается наш терминал. Кстати, здесь, скорее всего, у вас откроется окно. В общем, надо будет нажать Accept. То есть согласиться. Login as. Login. Смотрите. Вот он, логин. User. Это и есть логин. То есть root. Это наш логин. И пароль. Root можно, в принципе, записать вручную. Ничего сложного. Пароль мы копируем. И вот, что интересно. Значит, пишем root. Нажимаем Enter. Теперь нам нужно ввести пароль. Мы его скопировали, как обычно. Выделили в браузере. Нажали скопировать, как угодно. Ctrl V. Что захотели. Здесь вставить. Смотрите, как это делается. Клик правой кнопкой мыши. Это значит вставить. Но когда вы кликните правой кнопкой мыши, визуально ничего не отобразится. Здесь даже не будет этих звездочек. Знаете, как-то бывают звездочки. Типа, чтобы даже не знали, сколько символов. Поэтому, когда вы один раз кликнули правой клавишей, пароль ваш введен. Но если вы еще раз кликните правой клавишей, ваш пароль будет введен дважды. Вы не сможете зайти. Нажимаете Enter. То есть, кликнули правой клавишей. Вставили. Нажали Enter. И все. Вы уже вошли в свой сервер. Первым делом, когда мы первый раз сюда зашли, нам предложат поменять пароль. Для этого сразу нужно ввести существующий пароль. Опять же, он у вас в буфере обмена. Правой клавишей щелкаете, появляется ваш пароль. И теперь нужно придумать новый пароль. Вводите новый пароль. Повторяете новый пароль. Готово. Итак, теперь нам нужно ввести команды, которые есть здесь. Листаем немножко ниже. Эти действия мы все уже сделали. О них нам рассказали. Вот. Встановление ноды. Мы просто здесь нажимаем копировать. И она скопирована. Это и все, что нам понадобится. Вставляем ее в это поле. Нажимаем Enter. И вот смотрите, что он спрашивает. Что, вы согласны? Мы говорим да. То есть, пишем yes. Нажимаем Enter. И вот смотрите, какую они сделали нам прелесть. Вот о чем я говорю. То есть, они ко мне относятся как к говну. Потому что я говорю на русском языке. Но, тем не менее, я показываю продукт. Потому что продукт нормальный. Продукт классный. И у нас есть 4 варианта. Установить ноду. Которая нам сейчас и понадобится. Обновить ноду. Второй вариант. Это когда вышла новая версия. Разработчик может выпустить новую ноду. Это делается регулярно. И нужно будет ее обновить. Также они нам сделали офигенный скрипт. Авточение базы данных. К примеру, минимальное требование 80 гигабайт. А базы данных, они имеют такое свойство. Постоянно увеличиваться. Вам может не хватать. Очистка базы данных может быть полезна. Ну и просто выйти с меню. То есть, сейчас нам надо установить ноду. Я просто рассказал за другие варианты. Выберите опцию. В данном случае нам надо установить. Пишем 1. Нажимаем Enter. И вот теперь, помните, я вам показывал регистрацию, которую мы делали. Вот теперь она нам понадобится. Мы идем опять же в эту регистрацию. И вот здесь, где у нас джорли, если я правильно прочитал. То есть, который не mainnet, который сразу был, а который мы создали. Здесь мы нажимаем view key. Показать ключи. Нажимаем copy там, где HTTPS. Копируем. Вставляем сюда. Нажимаем Enter. И пошла установка ноды. Все, нода устанавливается. Не знаю, сколько она времени ставилась. Я нажал установку и пошел пить чай. Поэтому я выпил чай. Пришел, нода уже установлена. И было написано такое. Ваша нода StartNet установлена TapRotSue. Все. Мы с вами поставили ноду. Вот так просто. Что нам понадобится дальше? Нам-то дальше будут вообще любые ноды следить за их работоспособностью. Теперь можно вернуться вот сюда. И смотрите, здесь уже есть данные. Здесь были прочерки. Нули. И теперь уже пошли какие-то данные. Если мы листанем немножко ниже, у нас будет статистика. Вот она. Я нажимаю View Details. И можно посмотреть дополнительные детали. Сейчас нам они в принципе не надо. Работает. И слава богу. Все зелененькое. Все красиво. Все отлично работает. Что еще может понадобиться? Значит смотрите. Пролистаем немножко ниже. И вот здесь есть полезные команды. То есть все, что может понадобиться. Проверить логи. Перезагрузить ноды. Остановить ноды. Удалить базу данных. То есть в принципе все здесь. Поэтому это все крайне удобно. Начинаем от простого и движемся к сложному. Те ноды, которые я буду вам показывать. Это все будет TestNet. Вознаграждаемые, невознаграждаемые. Будем надеяться на то, что мы там получим какой-то дроп. Надо просто смотреть на то, сколько денег вы готовы ежемесячно тратить на какой-то конкретный сервер. В данном случае 7.55 евро. Я могу на него выделить. Если я ее буду держать год и она мне ничего не принесет. Ну что поделаешь. Ну а принесет будет отлично. Будет здорово. Собственно для этого все и делается. А так как бы ничего сложного. Много это времени не занимает. Это все довольно прикольно. Лично меня в перспективе интересуют майонетовые ноды. Но это уже другая тема. Если это было вам полезным. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал. Запишите в комментариях, что вы об этом думаете. И если вам интерес постройки я за 2 года сделал 1000 долларов на криптовалюте. Подписывайтесь на меня также и в телеграме. Все ссылки в описании. На этом у меня все. Всем добра. Всем профита. Слава Украине.